Для того, чтобы он рассказал, а что происходит вот у них, потому что Катрин это крупнейший игрок на фармацевтическом рынке, а что у них, что с ними происходит? Интересно? Ну, здравствуйте. Другие не увидят. И, собственно говоря, всплыло основное. Что? Не то, что связывает, а что? Сроднить вашу контору. Это слово, которое здесь звучало, я чуть до 12 раз засчитал, что он бросил. То есть у вас сейчас мемо уже в головах у всех есть. Это слово «росло». Это то, к чему вас призывает ваш лидер, то, что призывают ваши успешные коллеги. На самом деле, Катрин такая же бяка происходит уже много-много лет. Я принял сбыт саратовского филиала в 2002 году. Объем продаж составлялась, не ошибаюсь, 4 миллиона 800 тысяч рублей в месяц. Но это по тем курсам, где-то по 30-20 евро. Сложно сказать, грубо говоря, это было 4 автомобиля с 3-го класса BMW. Вот компания, которая имела склады, транспорт, она продавала свои 4 машины. Значит, результат, это шел в июле, 1 июля, да, результат июля 2015 года. Наша отгрузка составила 400 миллионов. Основной нюанс в чем? Мы не европейская компания. Мы даже не московская компания. Мы нормальная российская и российская компания. Собственной, Катрин это два человека, два физических лица, наши акционеры, бывшие физики, закатем в городках. Мы больше, чем у нас. Обычные люди. Нет никаких там связей с газом, с нефтью совсем. Начинали в 1993 году с сумочек, вот в клеточку, наверное, да, помните? Да, купили аспирин на мозг-марк препарате, привезли в Новосибирск, там наценили в тысячу раз, продали. Ну, примерно вот какой-то такой бизнес, я вспоминал, Варень давно знаю, вспоминали флэнкеры, вот эти коробочки с желтым скотчем таким, да, приходили, все пересчитывали. Вот такое что-то это и все было, но лидеры компании, собственно говоря, и акционеры, которые, кстати, очень доступные люди у нас, они поставили задачу перед всеми подразделениями, которые принялись в Российской и Российской Федерации, и стать лидерами. То есть тот слайд, который у нас был в начале, в плане номер один, вот у нас стояла такая цель, причем в 2002 году она была дикая, мы там были какие-то 12-13, ну, сумма смешная, то есть были национальные компании, Протек, Си, прекрасно себя зарекомендовавшие, которые знали все, мы участвовали в госпрограммах и на коммерческом, прекрасной компании, говорить нечего, мы многому не получили. Но появилась маленькая компания в Новосибирске, с целью номер один, ну, вот прошло десяток лет с небольшим, и мы на самом деле стали компанией в Новосибирске. На самом деле, мне кажется, основным, ну, как сказать, за счет чего мы пришли к этому, это было то, что руководители компании смогли донести до, вот, до всей вертикали, У вас же тоже вертикали, да, если так попроек, я не плохо понимаю, но, например, да, у нас есть золотой директор, 영, там, черепьяный, наверное, да, уменьшен, менеджер, старший менеджер, у нас то же самое, то есть, да, существует директор региона, директор филиала, там, коммерческий директор, начальник отдела, да, менеджер, там, старший менеджер, ну, в общем, мы примерно то же самое, только, единственное, наши клиенты, это не конечные физические люди, да, ну, а, мы реализуем наши препараты юридическим листом и тогда культура компании позволила создать такие условия что до последнего скажем так не надо не заслужил последний скажем так но саму важную спина когда-то меньше отошло что он работает в той компании когда когда она станет первым когда вот эта голова людей уважилась когда мы действительно стали понимать первые места на самом деле то что происходит сейчас на рынке она как раз сказал марина то есть это время возможности на самом деле первый кризис начался в 2008 прибыль компании возросла в четыре раза по сравнению си потом кризис утих значит следующий пик кризиса конец четырнадцатого года прибыль политических компаний 5 на самом деле кризис это огромное огромный вариант огромные возможности дело в том что в кризисе выживают компании которые имеют управлять своим бизнесом которые реально оценивают свои возможности готов замечательной корпоративной культурой которые я знаю что хотят достичь что происходит сейчас на нашем парламенте да конкуренция ужасающая то что вот эти были жирные периоды пиков кризиса они прошли естественно сейчас все компании стараются занять определенную долю также как и вашим наверно сегменте до вашей остроты каждый старается занять долю за счет выбирается долю в нашем дистрибьюции данного цена вот мне например как потребитель если ко мне придет девушка с такой нибудь с рефлейм еще знаю вот они сидели ко мне придут я вот если честно плохо отличу да вот какую-то крем там детья лучше здесь какой лучше здесь какой где дорогу дешевле я не ориентируюсь я цену не ориентируюсь а в нашем бизнесе ситуация такая что для развития современных этих технологий у клиентов очень высокой с ним есть чем сравнивать у них есть специальные программы которые мола заведующий приходит на работу там включать компьютер и она видит все там полторы тысячи номинований самого предложения всех компаний у них выбор такой вот первая цена будет купила все и все компании сейчас используют основные скажем так лидеры по стремятся первой тройке они используют естественно стратегию это используя эффект масштаба добиваются лидерства по затратам чем меньше затрат тем соответственно можно более низкую цену предложить цена завода на всех одинаково то есть анальгин стоит что-то про теки что-то отправим что для пусс завода по единиц они продают нам надо умудриться предложить его так клиент для этого управляет компания затраты и опять нашел общее свойство свойство с компанией флэй значит посмотреть у нас было 28 крупных ручных складов по российской федерации от калининграда до Владивостока в результате анализа пришли к выводу что не нужно столько складов и генеральный директор значит принял решение о переходе на крупные логистические центры которые будут ну как в россии посмотреть будут находиться там и какие-то точки там где хорошие коммуникации связи чтобы они могли перекрывать большое количество властей в результате мы закрываем на текущий момент ручные склады что-то ручной склад понимает сдать идет лежат лекарства а люди ходят с тележками как в супермаркете кто-то бам-бам-бам получает зарплату морально тяжелый труд по одному кругу ходить весь день но это реально сложно поэтому было принято решение о запуске строительства в сети автоматизированных столов где препараты лекарства который рассчитан на площадью 7 тысяч квадратных метров у него трех вот самый последний объект который свершилась это вот строительство логистического центра в саратове и очень пока никто не видел сейчас осень уже да сейчас ли 10 облетят в районе поселку дубки его страс уже будет видно пока там за травой стоял значит этот логистический центр который рассчитан на площадью площадью 7000 квадратных метров у него трехэтажный корнея который позволяет собирать до 150 тысяч позиций то есть сейчас мой склад в саратове состоящий из тысяч квадратных метров обеспечивает 3 области пензу саратов и мордови и если там люди уже падают с ног работают по 10 смены мы можем собрать за сутки 48 максимум 50000 пакет это мафина собирает 150 за смену то есть включаешь убили через два часа отключаются все потребности аптек трех областей теперь естественно предстоит стоит задача загрузить препараты ну заказывать собственно соответственно 30 процентов доли рынка уже наше руководство не устраивает и нам ставится задача достижение 50 процентов доли рынка в конце 16 года если бы мне в 2002 году сказали про эту штуку что вообще конвейер есть какой-то какой-то собирать не девчонки с тележками а еще конвейер какой-то и что вообще это возможно 50 и что и компания из Новосибирска это вообще не правильно я не боюсь поэтому к чему хочу сказать границы того каким директором стать золотым бриллиантом серебряным или просто самым лучшим они вот здесь то есть если у вас их нет то она у нас станет если вы себе придумали планку нет знаете как вот слово хорошее я себе призову да там я синий призыв прошел я там менеджер набрала все хорош устало да ну собственно говоря так оно имеет если себе рамки не ставить то он собственно я должен стать ну он гораздо лучше ну вот по словам примерно все наверное супер прошу не так нет конечно не так не так